приветствую вас на своем канале микрофона не добро нам быстро пока тут мы устанавливаем психопай скачиваем 64-битную версию надеюсь он там все это поддерживает и тут мы качаем тоже для windows бандус версию вот эту ссылочку я скачал все вот не с научным файл . пооткрываем психопай на на видео у нас для студентов я так думаю больше что-то у нас он пишет install просто стриме не или давайте-ка так можно выбрать папочку ok не не кей ну все как и пока он ставится опустим 2 установщик ладно пусть будет так думаю все настройки по умолчанию нам нас устроит что мы будем делать дальше после того как мы видео поставки все установились теперь у нас есть программа р вот у нас код там проверять все всякие общем учисление делать а психопай нужно для создания тестов почему тут психопай не создается ярлык на рабочем старе я сделал еще тут вот у психопай так нам нужен ранен запуск можем запускать какие-то там тестики от мы это и попробуем сделать у нас была такая вот лабораторная работа открывали психопай запускали уже готовые тесты да даже у меня все запускается немножко медленно нажимаем на плюсик мне все на рабочем столе обратно работа один по моему вот этот файл вот он психологии эксперимент все правильно все теперь он у нас запущен нажимаем play и сейчас этот файл начнет играть вот нам надо написать нашу и наши имя и фамилию и что-нибудь там я напишу добро допустим здесь будет у нас старая это у нас простенький тест лабораторная работа определите скорость сенсорной реакции на визуальный и звуковой раздражителем я его сейчас быстренько попробую еще раз пройти и посмотреть какие у него будут результаты нам понадобятся наушники чтобы слышать звуки предъявление нажать им на пробег в общем то же самое только на звук или нам нужно немножко отдохнуть он будет предъявлено визуальный и звуковой стимул в чередовании программа завершилась после этого мы лучше чем экселик который мы открывали нам паре почему он все открыл без ошибок с первой попытки это прям вот вот что значит платная программа с печенье кривое от microsoft или бровь и сделаны на такую менее коммерческой основе что мы дальше делаем у нас тут где-то визуальные стимулы где-то аудиальные стимулы и время реакции нужно создать отдельную таблицу я вам показываю как мы прям вот делали теперь мы вот мы нажимаем на space это пробел соответственно это у нас время ну в общем просто системное время а вот она сама реакция вот 12 копируем вставляем так это у нас было по моему визуальный что ли дальше у нас аудио не то есть звук она придумает название английские вот у нас будет визуальный в з-1 тут нас будет звук ой окон даем з-1 тут у нас будет в з-2 будет з-2 сохраним этот файл давайте-ка более стандартном виде сохраним так к в другую папочку также на рабочий стол то сохраним пусть будет 1 так теперь переносим дальше значение последнее и тут у нас чередовались сигналы сначала был визуальный сигнал потом аудио не сейчас пробел нам будет по удалять так он друг плюс минус так так по быстрее ничего мы это делаем чтобы все результаты у нас выглядели одинаково так отлично внешне что ли что-то удалил здесь тут они больше тогда так и оставим все в общем это можно уже сохранить нужно это сохранить со специальным расширением сохранить как так 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 цель своим назовем ее по-английски дата 1 окей допустим ну чё мы все делали чтобы потом запустить этот файлик в нужно вместе давайте-ка еще раз сохранить сохранить кавак пусть нет у нас трава пока психопай закроем и перейдем в эту же программу тут у меня есть опять таки шпаргалка что мы тогда вводили нам нужно сначала подсоединить вот эту саму таблицу потом мы сейчас сделали вот она эта команда будем пытаться ее присоединить ну там нужно указать путь я сейчас все закину на диск c вот это вот то что мы сейчас сделали все вот эти три файлик пусть у нас обязательно все пишем так как там написано это один в данном случае и пробуем это нажать все он подключил наш файлик без проблем вот таким у нас данные почему вывелись он их вывел некорректно как-то а у нас тут точка с запятой возможно там нужно было что-то другое по моему там у нас был какой-то другой разделитель поэтому у нас что-то не пошло не так ну у нас было просто запятая найти кто-то он так вот теперь все правильно отлично мы разобрались с этим с этой табличкой теперь она у нас вся выводится здесь теперь нам осталось только подбивать команды чтобы поучислять некоторые вещи например можно вывести один столбец а у нас тут небольшая парочка мы должна быть так назад это у нас стрелочкой на клавиатуре делается вверх подбернуться прошлой команде исправляем ее и выводится у нас первый столбец вот правильно надеюсь что вот этот н.а. нам не помешает при дальнейшей работе он ее просто будет игнорировать следующее что мы сделали этом посчитали среднее по моему значение девичку поставим даже у нас среднее он его не может посчитать ну что у нас видимо что-то не так соответственно мы видим вот это вот н.а. мешает чтобы посчитать нам придется сейчас опять передачить этот файл удалять вот это вот н.а. чтобы она у нас точно все заработал сейчас я это быстро сделаю в общем я поменял немножко файл обрезал до этого последние лишние данные теперь в таблицу у нас вот так уводится теперь мы берем ту же самую команду и проверяем все уводится все правильно а вот она эта команда которая у нас не сработала вот средний значение он выбил сколько у нас план реакции в данном случае у нас на зв 1 это у нас звуковой стимул и давайте-ка сравним с со средним визуально в этом вот как мы видим что средняя реакция на визуальность ему было быстрее чем на аудиальный в данном опте тоже сам можно проделаться всеми остальными мы же перейдем сразу к самому концу и сделаем вот эту вот команду то есть такое это мы уже будем выводить такие вот как бы можно это вручную все это как-то вам посчитать данная программа позволит все это посчитать достаточно быстро поправить что мы получили в итоге то что результат вот это вот п это означает что если она больше 0,05 то зависимость зависимости зависимости нет если она меньше 0,05 значит зависимость есть и данным данным можно доверять в общем вот тут можно посмотреть среднее и максимальное мин среднее и мин среднее по у то есть это среднее вот этого и среднего вот этого вот среднее получается у нас визуального и среднее звуковое давайте-ка попробуем следующую тоже также прописать я смотрю скопила это стрелочкой вверх на клавиатуре делается тут меняем теперь цифрыки на двойку получили вот такие результаты вот тут уже похоже на нормальную зависимость соответственно вот этот способ более рабочий тут у нас более очевидны как мы видим разрыв среднее по визуальному визуальному меньше чем среднее по аудиальному давайте-ка теперь третий вариант посмотрим теперь вы понимаете почему тут все так одинаковое назвал чтобы быстро менять цифры что-то а почему-то я не то скопировал на стрелочку умножать я скопирую не так потом немножко отличалась теперь все так должно быть здесь по идее самый должен быть чистый результат вот мы видим 001 меньше 05 соответственно тоже зависимость очевидно на визуальном уровне у нас средняя 0,24 а средняя в аудиальном 0,32 соответственно можно уже из этого какой-то вывод написать давайте вот сейчас я попробую как-то это поднастроить вот я поднастроил давайте-ка мы еще раз все посмотрим даже по моему слишком большими сделал надо ладно в общем тут у нас вот этот смотрим на п показатели чтобы понять насколько у нас зависимость между визуальным и удиальным каналом различаются тут у нас думаю все благодарю за просмотр ну а если вы хотите поддержать